Всем привет! В этом видео я расскажу, как я создавал вот такой эффект цветящегося текста Photoshop. Этот эффект я использовал для создания своего Instagram-поста, а также этого превью. Для начала откроем Photoshop и создадим новый документ. File, New. Я буду использовать документ размером 1280х760. Это размер обложки для YouTube-видео. Так и назовем его. YouTube-обложка. Залью бэкграунд черным цветом. Код цвета я буду использовать 1B1B1B. Этот цвет очень хорошо подходит для оформления дизайна в темном цвете. Далее я выберу инструмент Text. Шрифт буду использовать Hardcore. Он идет с поддержкой кириллицы. И напишу белым цветом по центру текст. Цветящийся текст. Перейду к панели слоев, дублирую текст и обязательно присвою слоям понятные мне имена. Основной текст я скрою для того, чтобы в дальнейшем к нему можно было вернуться, если что-то пойдет не так. Второй текст я растрирую для того, чтобы работать с ним как с изображением. Зажму сочетание клавиш Ctrl-T и удерживая клавишу Ctrl, я потяну за верхний центральный квадратик для того, чтобы шрифт у меня получился наклонный. Затем я дублирую слой с текстом. Обязательно также присвою понятные мне имена для слоев. И двойным щелчком левой кнопки мыши открою стили слоя для второго текста. Я буду использовать заливку градиентом. С одной стороны я залью текст слегка розовым, с другой стороны я залью текст оранжевым и получится розово-оранжевый интересный градиент. Обратите внимание, что режим наложения я буду использовать Normal, угол градиента 0 градусов. Далее я применю фильтр «Размытие по гауссу» к тексту с градиентом. Радиус размытия я выберу около 9. Этого будет достаточно для создания эффекта легкого свечения. Затем основной белый текст на панели слоев я перетащу чуть-чуть выше, а текст со свечением я дублирую. Дубликат я назову «Текст свечения 2». Далее к слою «Текст свечения 1» я применю еще раз «Размытие по гауссу», только радиус размытия я выберу уже намного больше. Затем я конвертирую этот слой в смарт-объект и растерирую его для того, чтобы мне было проще с ним работать, не обращая внимания на стиле слоя. Зажму сочетание клавиш Ctrl-U и открою панель «Hue Saturation». Слегка отредактирую настройки «Hue Saturation» для того, чтобы свечение выглядело более естественно. Далее мы можем доработать эту обложку, добавив на бэкграунд, например, «Космос», добавить светящиеся пятна в режиме наложения «Linear Dodge». Также можем отредактировать «Hue Saturation» нашего бэкграунда и добавить легкое свечение по центру в режиме «Soft Light». Эффект светящегося текста готов. Если видео было полезным и интересным, ставьте палец вверх. Также не забывайте подписаться на мой канал и написать комментарий, мне будет очень приятно. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok